так еще об чипа 28 лет с начала освоения космоса так встреча чужие какие-то влияние предел надо бы куда-то его сливать изумрудные скитальцы оккупационная флотилия дроны о пустынный океанический зал памяти мы проникли в коридоры убежища на планете апчи 7 континентальный и обнаружили зал в котором нет труб и машин расположенных вдоль стен прочих помещений похоже он был построен с особым тщанием его украшает множество отлично сохранившихся статуи изображающих двумногих существ за исключением отдельных деталей все они выглядят почти одинаково к сожалению мы не можем определить точное назначение этого зала но можем предположить что он служит данью памяти неким историческим деятелем так куда им тогда отправиться это кто космическая цивилизация похищаем образцы конечно такой щас бонус откроется фонд указов так надо подумать что выбрать доступно уже больше стало так мир и улья это у нас восстановление климата надо а где она это восстановление так детоксикация так чудеса чудеса точно надо будет брать колосс тоже надо будет так сколько у нас осталось ячеек то чудеса колосс точно надо брать надо подумать что всякой шляпы не набрать соперник пустота межзвездная власть соперник пустота межзвездная власть взять архив инженера или нет так на я буду брать мир и улья это что-то типа и каминополис я так понял вместо аркологического проекта мир и улья идут меняющий мир и у меня здесь нету или не должно быть меняющий мир и это в идеальные миры а нам зачем идеальный мир и си миру ли это самый лучший для роя короче чудеса колосс мир и улья и сейчас что-то взять надо ну давай архив инженера возьмем ну давай архив инженера возьмем так назначаем пускай контакты идут а чё я не понял а он только летит еще так продолжаем так изучил так давай дальше изучаем нифига там 21 в этой системе-то так отряд дронов оперативников чужаки захвачены во главе которого стоит быстрый бегун сумел захватить небольшое логистическое судно цивилизации чужие си в системе ферий теперь в наших руках не только экипаж судна по большей части оставшиеся в живых но и электроника и компьютерной системы корабля почти не пострадавший во время боя хотя операция прошла как по маслу и наши оперативники сумели незаметно скрыться не стоит надеяться что цивилизации чужие си не узнает о наших действиях так они выдадут нам свои секреты начать вскрытие так ну хава тех нет смысла давай секреты вражда до так мы завершили анализ обломков гамма-лазер и гамма-лазер исследования физика понятно вот тут системка кстати давай изучать так сопредельные с ними нельзя да вот эту системку точно изучим закончится а почему они вообще тратятся так раскопки координаты b промышленная планета недостающие звено наши ученые трудни научные трудни быстро вскрыли контейнеры далеко не все из них были тщательно запечатаны вскрытие первого контейнера сопровождалось сильным свистом заработала внутренняя камера с управляемым микроклиматом на мгновение нас охватила паника что если содержимое дестабилизируется частью она оказалась нетронутым при более внимательном осмотре мы обнаружили механическую деталь невероятно искусно искусную и размещенную крайне аккуратно внутри ее находилось некоторое количество заводского летучего вещества деталь показалась нам знакомой мы сразу же сравнили ее с изображением из инструкции найденной на планете дорип 1 сложная деталь в контейнере это критически важный компонент секторального колебательного ограничителя я помню что такое у ребят уже проходил но не помню чем там все закончилось то ли это к рубрикатору ведет то ли куда не помню мы приняли решение взять деталь на корабль и изучить ее более тщательно наши научные трудни и так проводят слишком много времени на этой дружелюбной планете тогда тип говоришь да это что у нас пустынный мир бесплодная планета так тут у нас все нормально так вторая планетка очистка идет еще добавим так 3 так сооружение плюс 4 так сооружение плюс 4 но тут вообще все все круто континентальный энергетический так что построить хавчиках дофига нам нужны эти сплавы конечно же электростанцию так на минералы потом на сплавы ну и хватит пока так пятая химзаводы пускай пока стоит так восьмой седьмой колонизация это чё континентальный это чё континентальный это чё континентальный так седьмой это где у нас так а чё у нас по лидерам чиновникам так аграрный мир да так аграрный мир да и 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 скорое землетрясение на планете апчхи 7 континентальный большинство рабочих эвакуированы в безопасное место но одна группа оказалась в дальнем зале которому грозит обрушение они сообщили что в помещении находятся два древних механизма букву В пропустили на большой громоздкий и уходящий под землю и второй прикрепленный к стене посредством нескольких труб мы не можем сказать играют ли они для сколько нибудь важную роль для комплекса рабочие хотят использовать одну из этих машин чтобы подпереть потолок и предотвратить обвал не знаю насчет большого давай трубы смотрим что будет так что там у нас континентальный энергетический мир что ему выбрать делегат ну для планеты для планеты надо брать так что у нас там оставалось превосходство и и господство наверно и и и и и так командир каждый уничтоженный корабль вражеского государства дает сплавы артиллерия давай артиллерию возьмем интересно дальность будет хорошая так корабли отдыхают так ну застраиваем станциями так изучил давай сюда наши рабочие сумели вовремя разобрать машину и использовали детали чтобы подпереть потолок при этом за стеной обнаружилось несколько труб которые издают громкое шипение прямо сейчас оценить нанесенный комплекс ущерб не представляется возможным успех да отлично так королевство какое-то божественное государство изуверы ваше проявление враждебных намерений крайне тревожит нас обчит божественный владыка желает сообщить что мы не поддадимся на ваши угрозы кто это такие вообще так влияние дофига так пропасты предъявляются притязания и поддерживаются соглашение об исследованиях скорость накопления влияния с ходом игры остается более менее неизменной но ее можно повысить до куда его сливать это влияние до куда его сливать это влияние это угасшие наверно да угасшие подписано так это кто вообще 4 чё там на 4 у нас энергия так построить строительный так чё тут скорость давай фортификатор все возьмем пускай все изучает так ладно возьмем о идущий сквозь покров непрошенные гости ваша враждебность предвещает ваш приход подобно зловонным миазмам наш ковин миролюбив но за это знайте если пытаетесь причинить нам вред мы воздадим вам 100 рицей мы идущие сквозь покров и несмотря на скромный внешний вид наш гнев может быть все сокрушающим понятно договор обломки роботов наши археологи узнали что после долгой и жестокой войны два государства населявшие этот уголок галактики примерно 200 тысяч лет назад подписали договор принуждавшие их решать все будущие разногласия при помощи организованных и строго рекламентируемых боевых действий между армиями роботов местом проведения таких сражений была выбрана планета ldx-1 похоже этот договор соблюдался в течение почти двух столетий что неоднократно предотвращало начало вооруженных столкновений пока одно из государств не поймали на жульничестве так артефакты макро батареи круто так раскопки завершены так тем быстрее будет исследовать давай сразу так что у нас строй строй 4 изготавливай строй так и куда ему отправиться еще на мега сооружения может какие-то ух ты так что ты говоришь экваториальный поезд дуговая печь так чё у нас значит и уработка звезды так на альт может посмотреть что у нас дает вот тут 40 минералов ты же вообще офигеть так чё на 129 8 20 ну 40 это прям самая жесткая чё по энергии по энергии пока много не видать так здесь так 5 3 вот тут 24 неплохо 28 9 не но это 3 у звезды так звезда физику дает это уже 3 блин везде троечка слабенько о вот тут вот рой дайсона вы строите девятка но это неоспоримо больше нету нигде а тут у нас что колония до 8 так у нас еще и 9 есть так она колонизируется так 7 еще 7 уже застраивается так вот тут базу улучшаем так континентальный добывающий так что сделаем пока быстренько расчистку и соответственно потом один район потом чё где там это гнездо гнездо потом садок так площадка пока хватит так узел роста архитектура так раскопки идут значит координаты b бесплодная планета должны быть вообще c по идее или в наверное по русски русские буквы бесконечные и неудержимые поверхность планеты дорип 3 терзают нескончаемые снежные вихри а под заснеженной почвой нас ждало еще одно неприятное открытие пыль и прах десятки и сотни слоев вот все что осталось от прежних обитателей этого мира здесь в огромной усыпальнице покоятся миллионы некогда живых организмов умерших одновременно их гибель была поистине массовой когда разрушилась среда обитания атмосфера стала постепенно истончаться и начался ледниковый период превративший планету дорип 3 в огромную пустошь если здесь и есть ответы то искать их надо не на поверхности там где там нет ничего кроме снега и бесконечных пластов льда наши ученые труднее советуют двигаться вглубь так что у нас с флотилей по улучшать ее что ли так 14 давай тогда вот так 26 усилить улучшить все дела так изучаем дальше так давай быстренько аномалию так все работают вроде так что первое взять влияние чиновник давай жилье возьмем так засушливый мир давай сюда геотермальные системы размеренный грохот слышимые с орбиты происходит из-за движения огромных древних геотермальных экстракторов работающих на последнем издыхании машины построенные и затем покинутые еще в далеком прошлом постепенно разрушить разрушались но продолжали выкачивать перегретую жидкость из ядра планеты благодаря своим мощным батареям накопительные конденсаторы сломались они потекли или потекли но из них по-прежнему можно извлечь какую-то энергию так чё не хватает до пылинок не хватает потенциал пород планета фиг гор 2 исключительно богата полезными ископаемыми к сожалению бесполезными для нас однако ведущий ученый шестой уч считает что многие элементы из коры планеты фигур 2 можно преобразить преобразовать в нечто потенциально более полезное изменив их посредством облучения позитронами экипаж корабля рабочей луч 6 запросил 1000 энергокредитов для целей данного проекта надеюсь что об чипа их предоставит конечно предоставит так а где это так давай форпост потом станцию потом дальше так а чё где проект так чему взять скорость изучения давай пока следуем проект и и и каскадная катастрофа мы действительно обнаружили жизнь на планете битокс 6 но сами же ее и уничтожили местные микроорганизмы обитавшие в верхних слоях атмосферы газового гиганта плохо отреагировали на глубокое сканирование используемые нами частоты вызвали резонанс клеточных стенок который постепенно охватил всех обитателей газового гиганта вскоре после этого на нем не осталось ничего живого теперь мы находимся на орбите самого большого кладбища во вселенной великолепно можно ли это как-то исправить давай давай попробуем исправить так давай быстренько форпост так старатель разведчик давай увертливость экипаж корабля обычаев 6 рад сообщить что эксперимент прошел удачно и значительное количество богатых рудных жил на планете фигур 2 готовы к разработке так руй дайсона строит ядус ракет с ракет минералов даже вообще роботизированная верфь в ходе исследования планеты эко и кроме один корабль обычаев 4 обнаружил на орбите останки роботизированной верфи ей не меньше тысячи лет и она явно подвергалась подверглась обстрелу из тяжелых орудий однако один из доков по-прежнему в рабочем состоянии ведущий ученый 4 луч уверен что верфь можно запустить вновь однако такой проект потребует существенных усилий давай следующую аномалию выучит что они хотят капчхи 5 обычная планета это нам надо так координаты b в бесплодная бесплодная планета живые корни надев защитное снаряжение и спустив с корабля тяжелую морозоустойчивую технику наши научные трутни приступили к простому но утомительному процессу снятия слоев снега и мелкой пыли через некоторое время они обнаружили нечто странное под поверхностью планеты протянулись охватывая немалую часть длинные каналы нам они показались чем-то похожим на корни внутри этих каналов мы нашли иссохшие остатки останки самых разных организмов от флоры до фауны плохо поддающиеся классификации корни жадно втягивали все до чего могли дотянуться захватив добычу поверхности с поверхности они каким-то образом сжимались и перетирали органику между каменистыми стенами извлекая питательные вещества отслужившие свои оболочки затем переносились куда-то словно перевариваемая перевариваемая пища извергаемая корнями пыль за это время успела покрыть немалую часть планеты дорип 3 возникает вопрос кого или что кормили эти каналы найдите исток древняя спасательная капсула на низкой орбите вокруг планеты эко и кроме 7а была обнаружена брошенная спасательная капсула покрытая окалиной вероятно она пострадала при взрыве материнского корабля судя по данным сканеров и свыше 5000 лет команда корабля обычая уч-4 вскрыла капсулу и обнаружила внутри высохшие останки рептилоида в парадной униформе в когтях он сжимал небольшое изображение существа той же расы возможно это был супруг или почитаемый лидер послание в листве наши ученые обнаружили нечто необычное на тропическом мире общей 8 континентальной большую часть его поверхности покрывают густые джунгли а над морем листвы высятся густые кроны самых огромных тысячелетних деревьев на первый взгляд расположение этих гигантов кажется произвольным однако дальнейшие исследования показали что эти деревья расположены с математической точностью и вероятно были высажены некой давно исчезнувшей цивилизацией более того лидер команды полагает что схем распределения этих деревьев может представлять собой набор координат указывающих на неисследованные территории в глубине джунглей археологические раскопки это круто перемена полярности глубоких сканеров готова наши научные трудни совершили чудо модифицировав корабль они смогли повторить тот первый каскад на этот раз эффект получился обратный и волна новой жизни прошлась по миру битокс 6 так тут что безработица а как вот это убрать отклонение от нормы может решение какие то есть так раскопки это новые у нас появились так чё по кораблям у нас так ну давай на раскопки наверно дальше изучаем так тут товарищ давай аномалию так мне вот интересно тут говорят значит четыре ячейки допустим если мы один снесем так если я снесу еще один потом поставлю эту штуку на четыре ячейки а давай еще снесем а давай еще снесем теперь поставим улучшение так замеченные воины расы авалон уже в течение нескольких месяцев мы получили мы получаем разрозненные сообщения о небольших группах наемников и каперов иной расы действующих на границе нашей территории они называют себя авалонийцы и очевидно представляют собой изгнанников культуры кочевников воинов обитающих на перенаселенных космических станциях в системе лесак и вокруг нее они прошли мимо нашего пространства без инцидентов но предупредили нас чтобы мы не пересекали границы системы лесак раса авалон не имеет центрального правительства как такового но фракции на которые они разделены постоянно ведут между собой внутреннюю борьбу и часто осуществляют рейды в ближайшие звездные системы с учетом огромного населения и возможности производства в условиях космоса авалонийцы скорее всего стали бы значительной галактической силой если бы прекратили убивать друг друга мы авалонийцы любые любимые слуги и владеть владычицы пустоты всевидящего всезнающего и прежде всего мстительного высшего существа которое господствует над космосом именно она тысячелетия назад предложила нам покинуть планетные дома наших предков и поселиться в ее вечном царстве холодных глубинах космоса чтобы мы могли охотиться на неверующих и умиротворять ее путем жертвоприношений увы но воины доктрин подорвали наши силы и мы стали разобщенным народом пытающимся постичь тот истинный путь который она для нас избрала избрала однако ее расположение можно добиться посредством уничтожения еретиков из иных рас даже если это делается по воле других еретиков поэтому многие из наших бойцов готовы сражаться в ваших войнах за определенную цену так раскопки посланник в листве так я чуть не понял это только идут раскопки еще а корабли улучшились космический кит 8000 часе так чё тут осколыши но протокол хранителя 955 2 активировал прилагается следующее сообщение внимание апчик бы ваша цивилизация считается ослабленной влиянием ошибка блок данных поврежден чтобы ограничить вашу экспансию мы активировали протоколы соблюдения указаний воздержитесь от колонизации любых новых планет в течение 10 стандартных лет при несоблюдении вами данного требования против вашего государства будут задействованы военные средства с целью исполнения протоколов наказания отсутствие колонизации потерпим чё изучать многого еще много можно впереди всяких изучений раскопок протоколов наказания протоколов espert протоколов протоколов Световое представление Ведущий ученый 6-й луч доложил, что световые волны, проходящие сквозь лед, которые покрывают поверхность фигур 7, носят инопланетное происхождение. В результате какой-то древней битвы по замерзшей планете были разбросаны обломки инопланетного истребителя, и только обнаженное ядро его главного оружия остается нетронутым. Видимо, эта инопланетная раса применяла лазеры, довольно похожие на Апчихбский, и теперь шипящие механизмы периодически активируют маломощные лазеры, вонзающиеся в лед планеты фигур 7. Ее суровый климат не дает лазерам растопить лед, превращая обледенелую матрицу в сверкающую призму. Так, шо возьмем? Влияние, чиновник. Давай отклонение от нормы возьмем. О, нормально. Так, что там у нас по планетам. Так, улучшаем. Здесь комплекс улья. Интересно, что будет. Так, на третьей планетке. Тут пока есть Справа литейные заводы. Четыре ячейки, говорит, да. Тоже меня интересует, если снести. Да, одна ячейка исчезнет. Наблюдение. Наши исследования на планете Апчхи 7-континентальный, наконец-то принесли результаты. Первоначальное предположение оказалось верным. Убежище представляет собой огромный литейный цех. Дальнейший анализ инопланетного языка показал, что создатели называют его королевской кузней. При этом следует отметить, что комплекс так и не был запущен. Технологических познаний его создателей оказалось недостаточно, чтобы довести дело до конца. Мы почти наверняка сможем завершить дело, если попадем в центр комплекса. Хотя на пути у нас стоят тяжелые двери. Инженеры утверждают, что их можно будет открыть, поскольку очевидных замков или механизмов для открытия дверей нет. Не исключено, что нам потребуется применить силу. Наши дроны легко могут просверлить двери. Процесс будет небыстрым, но у нас есть все время во Вселенной. Это точно. Так, раскопки. Обычная планета. Так, давай дальше. Так, этот у нас трое, Трое Дайсона. Так, что-то еще здесь. Ага, улучшается. Так, что-то мы застраивали. Верфь, батареи, пушечная, торпедная, потом гидропонный и бункеры. Так, это что? А это восьмая. Тут только строится все. Обнаружился редкий ресурс. Редкий кристалл, это отлично. Так, быстренько, аномалии изучаем. Так, здесь. Что-то закрытая, какая-то территория. Это что? Глаз Ш. Дальше изучаем. Чёрная дыра Валендана. Так, это у нас Ребуч-3. Землякоп. Два землякопа прокачаем. Так, что наш флот может? Так, раскопки. Машины былых времён. Подземные каналы протянулись на десятки километров. Чем дальше пробирались научные трутни, тем плотнее сходились каменистые желоба. Соединялись воедино они на одной из последних гор, сохранившихся на поверхности планеты Дорип-3. На самой вершине горы мы обнаружили плато явно искусственного происхождения, а на нём три огромных аппарата, равноудалённых друг от друга. Скорее всего, их здесь разместили истианские торговцы, поскольку язык обозначения на корпусе и сама конструкция показалась нам уже знакомыми. Несмотря на солидный возраст и открытость, беспощадным ветрам аппараты находятся в превосходном состоянии. Нет никаких сомнений, что перед нами устройства, упомянутые в записях с планетой Ксора-2А, а заодно в инструкции, которую мы обнаружили на планете Дорип-1. Там эти устройства названы секторальными колебательными ограничителями. Осталось лишь установить деталь, которую мы забрали с планеты Дорип-2, и понадеяться, что эта техника ещё работает. Лишь тогда нам станет понятно её предназначение. Как бы то ни было, мы нашли Искома ещё немного, и мы совершим великое открытие. Так, что взять? Блага, возьмём. Так, тебе надо где эти обломки вот сюда. А подожди, тут ещё какой-то есть вот рядом. Изучить проект. Так, тебе дальше изучать. Ну, давай сюда. Мега-сооружение. Газ. Начав сверлить дверь, дроны активировали защитный механизм, который заполнил коридор боевым газом. К счастью, коллектив успел принять надлежащие меры предосторожности, и вскоре он рассеялся. Дроны уже вернулись к работе. Сейчас, погоди, немножко задачи дадим тут. Так, тебе что задать? Так, что тех тоже хлопнуть? Тут угасшие рядом. Вот здесь надо похлопать. Те пускай живут ещё. Кто там? Хотя можно. Догонялки с пионером. На поверхности планеты Н014Т668 обнаружена алюминиевая пластинка с анодированным золотым покрытием. Все члены экипажа корабля Рябучь-2. Блять, почему Ряб-АБЧ? Привык уже про Ряб читать. Узнали её задолго до того, как анализ и поиск по перекрёстным ссылкам в базе данных подтвердили её происхождение. Так, в 40 влияние. Это прям то, что доктор прописал. Так, теперь дальше изучать. Ряб-АБЧ. 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 Так, контакты. А кто мне говорил, типа... Что-то 10 лет там не колонизировать. Где вот это найти теперь? Контакты. Расы, технологии, журнал. А, во. Отсутствие колонизации. Условия ставят, офигеть. Так, тут чё? Разрушенные центры стратегической координации. В системе Наяга обнаружена огромная разрушенная космическая станция. В её обломках найдено множество боевых компьютеров, симуляторов и трансляционных антенн. Что навело наших учёных на размышления, что это должно быть какой-то центр стратегической координации. Так, встреча. Взаимно гарантированное уничтожение. Наше первоначальное сканирование системы РНХ показало, что планета Баларис была разрушена ядерным оружием. Её жители истребили друг друга планетарным оружием такой мощности, что была уничтожена даже вращавшаяся вокруг неё луна. Единственный способ узнать больше, это изучить патрулирующую систему корабль. Но он уже готовит ракеты к бою. Так, вечная память это что? Ты. Так, установка контакта. Здесь неизвестно кем. А, вот это Баларис, разбитый мир. Одинокий защитник. Следов жизни на борту обнаружить не удалось. Несмотря на то, что кораблём явно управлял искусственный интеллект, самосохранение для него было явно важнее оптимальной боевой эффективности. Это значит, что единственный выживший в ужасном конфликте на планете Баларис был разумным существом. В последний момент перед уничтожением корабль отправил короткое сообщение. Почему? Сложно сказать, что он пытался спросить, почему жители планеты Баларис сожгли себя, или почему мы уничтожили корабль. Его технологии с нашей точки зрения примитивны, но если мы разберём обломки, то можем узнать что-нибудь новое. Или мы можем увековечить память ИИ, столь отважно выполнявшего свой долг, и переименовать планету в честь своего одинокого защитника. Давай единство возьмём. В начальном этапе игры это надо. Так, поехали сюда. Так, уч-четыре залежи ресурсы, разведчик, ой, старатель. Так, влияние, чиновник. Давай берём. Так, давай берём. Вообще, будет. Субсветовая скорость. Давай возьмём. Так, получается, что я сносил район. Это улучшилось. Значит, строим обратно район. Так, тут чё? Тут улучшение, ждать надо. Странные показания. Так, давай улучшим. Так, ну тут пока спокойно всё. Так, шестой. Это уже восьмой. Так, седьмой. Так, аграрный мир, да? Так, ну значит, строим для хавчика. И три райончика, например. Так, восьмой. Строим, улучшаем. Жильё есть. Добывающий мир, да? Три районечка пока залепим. Ну и давай, в принципе, все районы построим. Так, девятый идеальный. Тут нам гнездо надо. Гнездо, потом садок. Площадка. Добывающий мир, да? Расчистка ещё. Три района пока поставлю. Поставлю. Так, корабли. Так, пятый. Увертливость, наладчик. Давай, увертливость изучать раскопки. Послание в листве. Добро пожаловать в джунгли. Из-за плотной листвы мира Обчхи-8 континентальная разведка с воздуха не помогла найти оптимальный маршрут через джунгли. Под пологом листвы в подлеске кипит жизнь. Там обитают безногие хищники, лобастые приматы и раи насекомых гермафродитов. Почва в лесу глинистая. Изловонные лужи воды значительно замедлили продвижение команды. Более того, что-то густая листва или неизвестные электрические помехи вывело из строя значительную часть оборудования. Глава проекта полагает, что им удастся проложить путь сквозь заросли, хотя вряд ли это случится быстро. так тоже самое. Верфь, сеть, пушка, торпедная, гидропоны и бункеры. Так, это у нас второй. Че он у нас аналитик, да? От квадратов. Давай, блага пусть лучше берет. О, без дела стоят. Так, что у нас где есть? Так, форпост. Фонд указов. Прирост опыта советника. Разгон дронов. Давай, пока фонд указов. Система субъекта. Система субъекта. Продолжение следует... Система субъекта. Продолжение следует... Сердце литейного цеха на планете Апчхи 7-континентальной является переплетением труб, конвейерных лент и предположительно рабочих мест. Быстрый осмотр выявил отсутствие всех ключевых систем, включая подачу энергии и ремонтное обслуживание. Есть основания полагать, что наши попытки проникнуть внутрь комплекса сказались на его устройстве не лучшим образом. Мы можем попытаться отреставрировать цех, но это займет много времени. В противном случае можно организовать здесь свалку и разобрать машину. Не, разбирать точно не будем, мы будем строить. Экзотические газы. Ого. Ого. Микро-сингулярность. 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 Удобная добыча. Астероид вращается вокруг мира Талук-A4 по настолько идеальной орбите, что наши научные трудни считали, будто его поместили туда искусственно. Однако свидетельства наличия двигателей или иных признаков искусственного размещения так и не были найдены. Единственный логичный вывод. По абсурдно невероятному стечению обстоятельств, астероид был втянут в гравитационное поле мира Талук-A4. Мы также обнаружили залежи редких кристаллов на поверхности астероида. Что-то, походу, мы проигрываем. Так, а если сейчас отступить... Надо подпостроить корабли еще. Так, давай. Аномалию сложную изучай. Хотя, подожди. Тут обломки. Так, раскопки. Псионические метаморфозы. Анализ почвы показал, что мир Апчхи-8-континентальный претерпел резкие климатические изменения в течение последних ста циклов. Когда-то он был каменистым и безжизненным, и ничем не напоминал сегодняшние густые джунгли. Проект считает, что ответственны за это сами деревья. Резонансная томография показала наличие следов псионической энергии в их соке. Вытянутая из земли обширной сетью древесных корней, эта энергия в конечном счете растворилась в атмосфере планеты в ходе процесса, напоминающего фотосинтез. Вероятно, именно это привело к неисправности оборудования. Примечательно, что лунный свет ускоряет процесс псионического рассеивания. Ясными ночами сам воздух начинает вибрировать, и этот феномен становится все более интенсивным по мере того, как наша команда приближается к цели. Ничего подобного мы еще не встречали. Так, что-то бездействует много. Так, базу, и потом сюда станции строить. Ух ты! Так, сюда. Ну, а ты сюда изучай. Так, встреча звездной системе. Так, обозначаем товарищей. Так, обозначаем товарищей. Ваше. Так. Ваше. Так, жестко обозначальное состояние. Так. Так, ск importанье. Так, защищи. Так, жестко об обозначениеitos Sid mieszka. так нет приказов куда те отправим безжизненным мир так раскопки на новые эти отправить так поехали по планетам так я вот не понимаю дроны чернорабочие они будут работать или нет или они вообще не учитываются обслуживающий дрон работоспособность механизмов и сооружений обслуживающих наши нужды следует постоянно поддерживать тоже касается и других дронов так как кто у нас дрон это это надо строить что-то или чё так переработка ресурсов посты стражей архиоисследования будут производить науку будут производить уж построить биореактора а это что курируемое хранилище примет для государства 1 давай поставим потом вместо этой давай поставим примет для государства архи исследования поставим тоже так системы так системы разгон дронов уж мы дронов не изучили еще так бонусы застремления соперник господств мир и улья у наконец-то берем мир и улья и что теперь мы можем с этим делать мир и улья 10 тысяч кредитов короче превращаем так короче они требуют с нас дань давай хавчика им дадим 71000 у нас ну и по порядку будем улучшать все пригодность херовая давай делаем так 3 тут чё мир улья континентальный все равно мир улья делаем так 5 континентальный тоже 6 уже энергии мало остается ладно пускай подкопится опять короче планет превращаются океанический мир так давай-ка пропуст 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 так изучая аномалию ого сколько их там сложные есть две штуки излучающие излучающие стероид пространственные волнения признаки жизни и грузовой контейнер звездные действия мы открыли секрет сбора и хранения нитей звездной материи из которых сотканы пределы этой вселенной к этому ценному и редкому ресурсу можно найти самые разные полезные применения так а чё по артефактам у нас куда применять так давай верфи все до звездной крепости раз два три четыре пять шесть семь восемь а 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 брошенный грузовой контейнер очень давно в верхних слоях атмосферы планеты приман геодом 5 кто-то бросил грузовой контейнер он ускользнул от внимания других космических путешественников и медленно спускался по орбите в атмосферу газового гиганта которая поглотила бы его через несколько лет команда корабля обычи уч 5 скрыла контейнер и обнаружила в нем инопланетные украшения изготовлены из драгоценных металлов а переплавить изучить строение оставим себе давай на исследование так шестая планетка седьмая деятельность есть вроде бы восьмая уже есть 9 9 тоже все нормально так аномалию изучаем регуляторный узел так свита это послы болтун разведка ум влияние давай свиту туда прокачивать систем сервей complete это кто такие вообще наблюдатели а это угасшие так а я чё с ними границу до безжизненный мир здесь они злиться не будут так этот изучает давай сюда темп исследований 2 процента темп исследований 6 процентов давай вот это робот бункер вот это классно мы отследили необычное электромагнитное излучение идущие из секретного подземного бункера на планете прима гиадум 2 которым скрывается мега компьютер размером с боевой корабль наши исследователи подозревают что он мог находиться там в течение нескольких тысяч лет усердно решая одну очень сложную проблему природа которой нам до сих пор непонятно когда экипаж корабля попытался наладить контакт с компьютером они обнаружили что этот комплекс казавшийся заброшенным и незащищенным на самом деле имеет систему безопасности под управлением и высшей целью которой похоже и являлась необходимость поджарить любых посетителей заживо после того как экипаж одолел и тот отправил сообщение неизвестному адресату так разобрать на части это мелочи о использовать для ускорения собственных исследований это классно или единство аж на 20000 но спешить некуда давай исследования берем так ну и думаю на этом приостановиться так ну и так 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 так